В 1982 году в ходе войны между Израилем и Сирией Советский Союз направил арабам Большую партию военной техники, в том числе 50 новейших фронтовых истребителей МиГ-23 До этого момента конфликт развивался с преимуществом Израиля, который к тому же поддерживали Соединенные Штаты, Англия, Италия и Франция Поддерживали не только поставками оружия, но и непосредственным участием Объединенный флот союзников блокировал побережье и обстреливал позиции сирийцев в корабельной артиллерии Получив советскую помощь, арабы нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по морским целям Потеснили израильтян на суше, а главное сумели переломить ход воздушной войны Советские зенитные комплексы успешно поражали самолеты противника А МиГи-23 в первых же боях сбили полдесятка истребителей американского производства без единой потери со своей стороны Такой прыти от сирийцев никто не ожидал От блокады и грозных ультиматумов Америка перешла к переговорам Зато у арабов тут же проявилась мания величия Они уже готовились перенести победоносную войну на территорию Израиля Расширение конфликта грозило осложнить отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Пришлось усмирять взорвавшихся сирийцев командами из Москвы Показательно в этом эпизоде роль МиГов-23 Ведь именно они качнули чашу весов, заставили стратегов в очередной раз пересматривать расстановку сил Во времена Холодной войны такие пересмотры всегда совпадали с появлением новых образцов оружия В том числе в истребительной авиации На рубеже 60-х годов до звуковой МиГ-15 считался одним из лучших истребителей мира По своим характеристикам он больше других отвечал требованиям ближнего боя Превосходил любого противника в скорости, высотности, пилотажным качествам, мощности залпа Приемник МиГ-15, сверхзвуковой МиГ-21, вооруженный уже ракетами в малой дальности Удачно вписался во вьетнамскую эпопею И показал себя отличным перехватчиком В воздушных поединках часто выходил победителем за счет преимущества в тяге вооруженности и устойчивости на критических режимах Но моральное старение накапливалось очень быстро Более поздние западные истребители уже обходили МиГ-21 по всем статьям В маневре живучести, возможностям оружия и, конечно, в электронике Заодно менялись и взгляды на воздушный бой как таковой В 70-х годах военные теоретики наконец-то отказались от мнения Что функция истребителя состоит лишь в том, чтобы выпустить по противнику управляемую ракету Теория вернула бою его классические формы А практика не уставала доказывать, что пушкам вряд ли придется когда-нибудь подавать в отставку Что сверхскорость отнюдь не самая главная для истребителя Что ему частенько приходится работать в качестве штурмовика Чтобы поражать малоразмерные наземные цели Или в качестве разведчика, где огромные скорости тоже ни к чему Общим руководителям истребительных КБ, в частности Артему Микояну Было над чем поразмыслить Военные заказчики требовали создать универсальный боевой самолет Со свойствами, что прямо противоречили одно другому Возможностью развивать скорость до двух звуковых И обладать маневренностью архаичного биплана Выходить на потолок в 25 километров И в то же время уметь подобраться к цели незаметно На сверхмалой высоте Огибая возвышенности и ныряя в ложбины Добавим к этому, что сверхзвуковые машины, как правило Нуждаются в чересчур длинных аэродромах С хорошим покрытием Чтобы разогнаться или погасить скорость От новых истребителей требовали взлеты и посадки На сверхкороткие ВПП В идеале на палубу авианосца Конечно, всякая конструкция – результат технических компромиссов Но примирить подобные требования в рамках привычных схем Было просто нереально Никакая механизация крыла, стартовые ускорители и тормозные парашюты Ни одну из проблем до конца не решали Пришлось обращаться к хорошо забытой идее 30-х годов Идее крыла с изменяемой геометрией В Советском Союзе эксперименты с крылом переменной площади Успешно проводил конструктор Шевченко Но вряд ли КП «Микояна», начиная в 1964 году работу над МИГом-23 Обращалась к отечественному опыту На конструкторов, скорее всего, оказал влияние Запад Уже заявила о будущих характеристиках своего нового истребителя F-11 Фирма General Dynamics Французская фирма Dassault тоже приступила к строительству истребителя-бомбардировщика «Мираж-Ж» с крылом изменяемой геометрии Попутный ветер дул и со стороны Кремля Леонид Брежнев, утвердивший в 1964 году на посту главы государства Выказывал особое расположение к идее переменной стреловидности А это значило, если не все, то очень многое На таком фоне совершенно вразрез с тенденциями Запада И, можно сказать, с волей партии Звучало заключение ЦАГИ Головного форпоста советской авиационной науки Ученые предсказывали технические трудности Ухудшение устойчивости и управляемости Большие потери в подъемной силе Короче, овчинка не стоила выделки Чтобы опровергнуть оппонентов Требовались и время, и деньги, и труд С момента вынесения ученого приговора До первого вылета Мига-23 Прошло больше пяти лет Говорят, что как раз на этот срок Артем Микоян И сократил себе жизнь Вероятно, так оно и было Проект давался мучительно тяжело К тому же, чтобы подстраховаться Микоян разрабатывал параллельно Еще один вариант фронтового истребителя С уже обычным на ту пору треугольным крылом Этот самолет взлетел Первым, третьего апреля 1967 года Он же с эффектом был потом показан На авиационном параде в Домодедово А 26 мая того же года Испытатель Александр Федотов Поднял в небо другой опытный Миг С поворотным крылом Несмотря на все опасения Полет прошел успешно Оригинальный истребитель стал Прототипом фронтового Мига-23 И целого семейства его модификаций Запад на полгода задержался С выпуском подобной машины Что дало повод зарубежным журналистам Упрекнуть своих конструкторов Пока вы только болтаете о самолетах С изменяемой геометрией крыла Русские их уже строят Впрочем, до массового строительства Было еще далеко Новую и сырую машину Испытывали долго и трудно Уж слишком она была необычной Истребитель был выполнен По схеме высокоплана Крыло с мощной механизацией По передней и задней кромке Фиксировалось на углах стреловидности В 16, 45 и 72 градуса 16 на взлетно-посадочных режимах Полетах на дальность С небольшой скоростью 45 градусов на режимах Маневра и воздушного боя 72 градуса на сверхзвуковых скоростях Опытная машина показала 2,13 маха То есть больше, чем вдвое Превысила звуковую скорость Поворот консолей крыла В полете обеспечивали Две независимые друг от друга системы Основная и аварийная При всей их сложности И оригинальности Нареканий в работе Они не вызывали Чем, собственно, и обеспечили Мигу-23 успешную карьеру На самолете применили И другие, новые В Миговской практике решения Совершенно оригинальной Была конструкция шасси Управляемая передняя стойка Широкие и для бетона И для грунтовки Пневматики на колесах Компактное размещение Стоек в фюзеляже Новостью стал И подфюзеляжный Аэродинамический гребень Который автоматически прятался При заходе на посадку А также Четыре тормозных щитка Что позволяли в условиях боя Резко гасить скорость Установленный на прототипе Турбореактивный двигатель Р-27Ф-300 Развивал в форсажном режиме 7800 килограммов тяги При этом был на четверть экономичней Чем подобный ТРД На Миге-21 В отличие от американских Тяжелых двухместных истребителей Новый Миг по замыслу конструкторов Остался одноместным Хотя нагрузка на летчика Ложилась двойная Помимо привычных функций Он следил и за работой Радиолокационной станции Установленной на самолете Мощные РЛС и ракеты Средней дальности С полуактивной А также тепловой системами наведения Впервые появились На советском фронтовом истребителе До сих пор Такое тяжелое оружие На тактических самолетах Не размещали Изменить традиции Конструкторов Вынудили американцы Их F-4 Рассматривался в Советском Союзе Как будущий основной противник Мига-23 А этот тактический истребитель ВВС США Уже имел возможность Вести ракетный бой На средних дальностях При любых погодных условиях Кстати говоря Создание самолетов Со столь широкими Боевыми характеристиками Полностью укладывалось В тогдашнее Смутное представление О характере грядущей войны Будет она сразу ядерной Или поначалу безядерной Скоротечной Или затяжной Какие территории Хватит Никто толком сказать не мог Поэтому враждующие системы Готовились ко всему сразу Ракеты средней дальности На Миге-23 Являлись по сути Дополнительным довеском К обычному вооружению Ракетам малой дальности Двухствольной пушки Калибром 23 мм Управляемым бомбам Авиационным бомбам Весом до 500 кг Зажигательным баком Все это оружие В разных сочетаниях Могло подвешиваться На самолет В зависимости От характера Полученного задания Между тем Летные испытания Мига Шли своим чередом Универсальная машина Всегда на порядок Сложней Узко-специальной А тут еще Добавляли трудностей Свежие Непроверенные Практикой решения Основные опасности Поджидали летчиков При выполнении Фигур Высшего пилотажа В разные годы Испытывая базовую А потом Дальнейшие Модификации 23-го На самолете Погибли Испытатели Н Карма И Михаил Комаров Гибли пилоты И в строевых частях При освоении Истребителя Только Катапульта Сохранила Жизнь Опытнейшему Александру Федотову Тоже не сумевшему Однажды Справиться Со штопорящей Машиной О катапульте На Миге 23 Следует Сказать Отдельное Слово Ей обязаны Спасения Многие Летчики Это так Называемое Кресло Класса 0-0 Позволяющее Покинуть Самолет При любой Скорости И даже Нулевой Высоте Предыдущие Конструкции Таких Возможностей Не обеспечивали Увеличивая Риск И без того Опасной Профессии Свои трудности Встретились И при испытаниях Оружия Каждый раз При пуске Ракет Двигатель Останавливался Из-за попадания В него Перегоревших Газов Пришлось Максимально Отдалить Подвеску Ракет От воздухозаборников И отстреливать Ракеты Вниз С помощью Пиропатронов А уже Затем Наводить Их На цель Испытания И непрерывная Доводка Машины Продолжались Четыре Года Весной 1969 Московский Авиазавод Знамя Труда Выпустил Наконец Первую Серийную Машину К лету 70 Были готовы Уже Пятьдесят От экземпляров МиГ-23С И все Они Не могли Покинуть Завод Из-за Недопоставок Электронного Оборудования РЛС Сапфир Оптических Прицелов Навигационных Систем В конце В конце В конце концов Передача Истребителей В строевые Части Наладилась Правда Комплектовать Машины Недостающими Устройствами Прямо На местах Пришлось Еще Долгие Годы Советской Радиоэлектронике И по качеству Образцов И по их Количеству Никак Не удавалось Угнаться За потребностями Армии Рядовые Летчики И технари Получая Новые Истребители МиГ-23С Взамен Привычных МиГ-21 Особой Радости Не испытывали Сложность И ненадежность Систем Ограничения По пилотированию Высокая Аварийность И никаких Видимых Преимуществ При ведении Маневренного Боя На Дозвуковых Скоростях Уже При перегрузках Три с половиной Единицы Крылья Трещали И заводу Приходилось Рассылать Полетным частям Ремкомплекты Поворотных Консолей В полете У 23-х Сильно Дымили Двигатели Летчики Возмущались Что это За боевой Самолет Если его Видно За 10 Километров Но Куда Хуже Дыма Бывали Обрывы Лопаток Турбины Или Разрушение Компрессора В воздухе Это равносильно Прямому Попаданию Снаряда Но и это Не все При взлете Сами собой Раскрывались Створки Отсека Где находился Тормозной Порошок Регулярно Разрушались Подфюзеляжные Аэродинамические Гребни Выходила Из строя Система Торможения Колес Весной И осенью При повышенной Влажности При переходах Температуры Воздуха Через ноль Зимой При сильных Морозах Техники По оборудованию Мотористы Тихо Сходили С ума У 23-х Залипали И коротили Реле Двигатели Не запускались Вся радиоэлектроника Напрочь Не хотела Работать Подходы Ко многим Узлам Были Неудобными Чтобы заменить Двигатель Нужно было Разобрать Чуть ли не Весь самолет Можно представить Как полюбил Летно-технический Состав Миги 23-й Особенно Поначалу Безусловно Истрепитель Приняли на вооружение Слишком поспешно Это стоило Потом и лишнего Труда И лишних Нервов А в конечном Счете Пилотских Жизнь В то же В то же время Вспомним Что история Авиации Не знает Ни одного Самолета Сразу Свободного От недостатков И не требовавшего Длительной доводки И что ценность Самолета Определяет Вовсе не мнение О нем Техника Или летчика Зачастую И вправду Субъективное А только Практика Боевого Применения Возможно Что именно Такими Аргументами Командиры полков И замполиты Снимали раздражение Летно-технического Состава Мобилизуя подчиненных На успехи Во владении Техникой Неоценимую роль В этом процессе Играла Спарка